Ну хорошо, нелинейные сигма модели, 1Н разложение. Я расскажу первую часть про сигма модели в двух измерениях и в большем части измерений. И покажу, что там есть фазовый переход. Хорошо, давайте рассмотрим. Модель. Женолит у нас голая константа связи и, соответственно, поля. И накладываем в каждой точке пространства. По N-сигма модели, да? По N-сигма модели, да. В каждой точке пространства накладываем соответствующее ограничение. Это функциональный интеграл по всем полям. Зачем было замечание, что на самой связи было? Ну нет, ну ты Лагранжан обычно записываешь. То есть вот у нас O-M-модель живет на единичной сфере. Можно поднять, соответственно, эту дельта-функцию, представить ее через функциональный интеграл. Давайте введем Лагранжев множественный дополнительный функциональный интеграл и поднимем эту дельта-функцию в экспонент. Спасибо. 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 Теперь, Лагранжев – это наш флагранжев множитель, и по нему мы интегрируемся параллельно в немой оси. Лагранжев – это функция? Да, функция от X. что что странно хорошо хорошо сейчас я немного хорошо давайте не пропускать так 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 сейчас сейчас увелила гранжа множитель а теперь он отвечает за наш констрейн что поля у нас теперь у нас поля теория свободная из-за того что мы можем дописать вот ограничение отдельными через лаганство пределы у вас еще по еще по еще по что пределами ну обычно Ну, обычный интеграл от дельта функции. Какой есть у вас тут теперь глянный функция? С самого начала. Нет, уже нет. А, уже скоро. То есть где-то для глянных функций. Сменяю. Хорошо, вот теперь у нас интеграл по полям N он Гауссов. Мы можем по ним проинтегрироваться и получить... У вас нет, я не знаю, что такое граница интегрирования. По лямбе, по лямбе, в основном, в принципе, делаем. Нет, ну, да, смотрите, что это такой, что это и в X, и в X, и в X, он как бы по мне мальчику. Ну да, мы можем, соответственно, ввести сразу же в него часть, поместить в нашу лямбду. Ну и, соответственно, повернуться, помнимаясь и интегрироваться. Запрос. Когда у нас, как бы, константы, я понимаю, что мы как-то делаем фунт. Например, что такое константы, пределы функции? У вас нет как-то глянзи как-то... Или с киншностью? У меня тут больше глянзи к... Нет, в каждой точке... Типа одинаковый цепь. Да. Нет, ну, это здесь вроде техноцепии, можно, наверное, церковь не выполняется. Давайте. Может вообще-то, вот, прицелить, зачем-то. Нет, ну, а ничего не может. Да, это не похож на фунт. Нет, ну, что же... Не годила. Нет, ну, мы это самым жизни, мы давно видим потом, да? Какая энергетическая структура, это программа, и, может, решили, так можно, константы. Нет, хорошо, а в каких функциях? Я просто должен понимать, что это в каждой точке берется, вот интегрироваться, у B3, или трик абсолютно пересчитаю. Только держатся. Но, то есть это не считаются произведения в каждой точке. Аминок doctor is salir V3. Которые прев marinade... Не, ну, то есть, это в каждой точке, чтобы если вижу непонятно... Да вот, вы где-то не думаете. У нас есть функция лямбда, мы, соответственно, интеграл по лямбдам в каждой точке, по всем функциям, функциональным интегралом. Ну, вообще, да, нам… Мы будем искать… У меня другой вопрос немножко. Вот если стараться, значит, можно из правой части попить левую, то есть от интегрировать обратно левую. Можно увидеть, где-то должно быть. Это правда? Ну да, правда. Соответственно… Ну, выражение для обычной дельта-функции… Спасибо. А, окей. Спасибо. 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 После выполнения гауссового интегрирования по полям у нас остается вот такое выражение, соответственно, от этих полей идет логарифм детермината такого оператора. Ну, на самом деле, мы просто можем… изменить… Ну, изначально не было, но это неважно. Мы можем переобозначить лямбду. Ну, вообще… Да. Не, ну, мы можем просто перескалировать. Это нам ничего не дает. У нас это голая констанция. Мы будем работать в пределе больших N. При этом величина G0 квадрат N сохраняем ее в конечной. Это называется… Тхоцовская… Минус вот здесь, константа перед ней. Его нет. Его нету. Нет-нет. Смотрите. Вот, мы рассматриваем в пределе большого N. При этом тхоцовская константа, сохраняем сохраняем ее постоянно из этого следует что первое второе слагаемое имеют одинаковый порядок и поэтому мы будем брать этот интеграл методом перевал да какой-то что дамы и в клизе естественно было тут и еще и он стремится бесконечности ну давайте тогда проварьируем наше действие по лямбда тогда получим вот 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 то есть это у нас функция грин а вот она ну мы сейчас единица равно вот это наша тхосовская константа на функцию грина которые вот имеют вот такой вид d в степени размера пространства 2 пи в степени d1 на п квадрат плюс лямбда ну давайте ну да наверное давайте будем рассматривать переваленную точку постоянной из-за того из-за трансляционной симметрии системы что еще чем чему я может быть не так да может быть не так да мы это увидим что да если мы рассмотрим какие-то зависящие моды зависящие соответственно от x мы увидим что они поправки имеют порядок один на и и подавлены в нашем преде давайте давайте я просто вот использовал проварировал по альфа соответственно функция грин а это у нас как раз ну след след по всем собственным функциям это просто интеграл по импульсам получается сейчас я еще раз так а 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 — Ну, пока мы не уточняли, в скольких измерениях миров. — А, сразу же, да. — Извини. — А почему у тебя точку 2, потому что x1 сдавали? Этот коэффициент набирается лямбда, правда? — Ну да, лямбда. — Я вот ищу коэффициент, а в каком-то умножении, я вижу, в 1,2. — Ну… — Умножение, на котором мы зарещаем. — Я здесь хочу сказать, что вариация по лямбда — это, получается, у нас функция грина в спаренных точках, то есть, вот, при x равно x' — это у нас, получается, наше уравнение на седловую точку. Вот, сюда подставляем. — А где точка — это что значит? Значит, разделить? И что такое две точки? — Ну, это неважно, на самом деле. Просто… — Я думал, может быть, что это не так, что это было. — Какой знак? — Не-не-не, я имею в виду вот NG, где точки так выше. — А, NG, 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 NG. Я считаю, что, как бы, у вас умение, на самом деле, вариация лямбда от x равна, вот, интеграла вот этого, с вариацией лямбда от x' по центрированному второму аргументу. А вы, как мы примеряли, немножко другое. Вы примеряли единицу в функциях этих элементах. Этого умения, он не тупо смотрится, если что. — Там должен взять трейс по x'а, он же… — Этого все лучше, да. Но еще раз. — Он устроен на тот трейс, который у нас в концертах? — То есть, похоже на человеке, вы не знаете. — Сейчас он под общаться. — Нет, я не знаю. — Нет, я не знаю. — Нет, я не знаю. — Да, про него. — Да, про него. — Ну, соответственно, вариация логарифма-детерминанта — это, получается, функция грима, собственно. — Ну, да. — Ну, я это беру по состоянию. — Ну, ладно. — Ну, от времени у нас оно не зависит, на самом деле. Ну, хорошо, ладно. Пусть так. — Ну, если там тоже, ну, действительно, играл Александр, но просто… — Ну, просто… — Уже отца не зависит, он просто любит объем. — Ну, на самом деле, я здесь уже… — Я здесь уже сократил объем. — Объем я здесь сократил. — Ну, да. — Ну… — Хорошо, давайте вот так напишем. — И там объем, да? — Да. — Дима, можно еще раз? — Извини. — Сейчас… — Ага. — Я здесь… — Я здесь справа объема в теории, не стал сыграть, чтобы совсем было понятно. — Да, да, да. — Можно какие-то точечки написать? — Да, да, да. — Да. — Да, да, да. — Это она, везде, и мы наносили с вопроса, право ускоро уникачивать часов. — Еще раз. — Вот это на, я, я скажу, вне, там есть, там есть, там есть, — Там есть еще линейки и шлайки. — Есть, шлайки и шлайки. — Зачем? — Ну, мы варьируем по ней. — Зачем? То есть у нас есть слогаемое с логарифмом детерминанта, еще вот такое слогаемое. Тут как раз получается единичное. Ну вот смотри. Ну ты это расписываешь как, соответственно, по собственным функциям на вот эту резольвенту оператора. Ну да, и, соответственно, отинтегрируешь по этим состояниям, по иксам объем получается. Давайте продвинемся дальше и рассмотрим случай двух измерений. В двух измерениях, если мы выполним вот это интегрирование, спасибо. 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 Ну вот мы просто проинтегрировали эту штуку, и у нас здесь есть, соответственно, расходимость сверху. мы вводим ультрафиолетовое обрезание и получаем вот такую форму. Объем у нас сократился, объем. ну вот у нас объем вот здесь вот, объем вот здесь вот. И... Давай, 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 давай. А, а, ну да, 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 да. Вот, вот. Я сказал объем, все понятно. А, да, да. Объем. Давайте еще вот так перепишу это. Да, это мы рассматриваем случай, где равно друг. Здесь мы можем просто вот проинтегрировали, ввели ультрафиолетовое обрезание. Мы можем сделать эту штуку конечной. то есть ведем какой-то параметр теории, параметр масштаб, на котором живет наша теория, то есть вот параметр перенормировки. Вот масштаб, на котором мы рассматриваем теорию. Сейчас вот этот квадрат, наверное, лямбда, лямбда, все в квадрате. Нет. Нет. Это будет ДП квадрат, и это ДП квадрат под лямбда? Ну вот, это масса, масса, вот, это энергия, энергия. Корень из лямбда – это масса нашей теории. Тебе нам не нравится, наверное, не обманивать нужно. Нет. Нет. Ну что вы делаете, скажите? Я же… А два-два, все, есть какие-то… Вот чем тут форма волосы волосы волосы? Ну… Ну… Женолю? Ужек? Ну как? Волосы с ним волосы не нужны? Ну… Почему не нужно? То есть что-то здесь функция прямой? Да. Женолю. Ну вот у нас. Женолю. 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 Вот же ноль. Это голая константа, это у нас, соответственно, мы можем выразить, как она бежит через вот эту форму. Из этого мы получаем, что… то есть мы видим, что изначально в нашей теории не было размерных параметров. Теперь мы ввели ультрафиолетовое обрезание, и у нас появилась величина размерности массы. То есть это… это явление называется динамической генерацией массы, или размерной трансплутации. А теперь можно… Почему у вас корень из лямта? Что это? А чем? А у нас все равно касается лямта. Чем лямта лучше, чем лямта? Чем? Какой лямта? А потом мы нашли среди цены на лямта показания, и у нас на логерейку лямта буквально. Да. А потом мы переписали лямту через… ой, потом мы переписали лямту через лямту большое. Ну лямта – это наш фиксированный масштаб, о котором мы смотрим. Ну, смотри, потому что G обрезание зависит. Если ты можешь между масштабами переходить, у тебя что-то будет и нуля. Ну, как-то как-то. Ну, как-то. Ну, как-то. Наверное, ну. Поэтому… Если G обрезание будет менять, значит… Ну, смотри, G, вот, который написано там, где есть. Что-то спрошу. А вот про… почему корень из лямта – это масса? То есть понятно по размерности. По размерности. Правда, а физически можно как-то пояснить, что это именно вот генерируется именно масса в теории там. А, ну, смотри, у нас же… у нас же что было? У нас же было… У нас же это корень из лямта или что? Ну, смотри… Ну, да, да, да. Ну, вот, он состоял перед квадратом поле, величина лямбда. Ну, то есть это масса в теории. Масса в теории… Ну, поле… Да. Ну, вот, да. Не, да, да. Ну, вот, воспользовался этой формулой. То есть… Ну, да, да, да. Что мы можем сказать? В каком режиме находится наша теория? То есть мы увидим, что у нас есть только… В теории имеется щель. То есть у нас нет… У нас нет возбуждений сколь угодно маленькой массы. Они у нас все начинаются с какого-то… с какой-то величины m. А… И это значит, что вот эти массивные высокоэнергетические возбуждения, они… Любую упорядоченную систему… У нас… Вектор какой-то… То есть у нас есть поля. И если они имеют какое-то… Приобретают какое-то вакуумное среднее, то эти массивные возбуждения нарушают эту упорядоченность. То есть… Среднее значение нашего поля всегда ноль, нулевое. То есть находится… Нет. В упорядоченной фазе. Нет какого-то выделенного направления. Дальше мы увидим, что при d больше 2 происходит фазовый переход, в котором n приобретает какое-то вакуумное значение. То есть наша симметрия исходная, on, она спонтанно нарушается. А при больше 2 форма какая же будет для дельного направления? Нет. Сейчас я это напишу. То есть в чем утверждение, что в размерности пространства есть фазовый переход? На этом мы увидим. Пока что утверждение в том, что в размерности 2 система у нас находится в одной фазе. У нас есть всегда какая-то масса. То есть имеется щель в теории. То есть это чем у нас следующая средняя? Ну, физически я же говорю, что у нас… Если бы у нас были безмассовые возбуждения, это значит, что если бы мы рассмотрели исходную конфигурацию, когда у нас есть какое-то выделенное направление, и есть у нас безмассовые возбуждения, и это значит, что они отвечают изменению направления нашего вектора n. То есть наша симметрия спонтанно нарушена, и это говорит нам в другую сторону. В симметрии спонтанно нарушена, и у нас появляется галстоновский бозон безмассовый. Ну, собственно, вот из этого оно и следует. Может, где-то это масса, а может, есть еще что-нибудь безмассовое возбуждение? Какие крылья таки считают, что это сам будет? Ну… Вы видели изначально, что лямб, но там как масса, какие, наоборот, стартовать этого n, как-то изначально у нас был гератран, там, демен, демен, ну, с лямб, н квадрат. Как вы наимно сказали, что лямб, константы, мы получим просто… Да. Но об этом уже спрашивали. Ну, также, что еще прежде, чем переходить к d больше 2, можно сказать, что у нас теория, она удовлетворяет уравнению Калуна-Семанчика. Ну, да, да. И, соответственно, если мы поставим наше выражение для массы, так как она зависит от константы и масштаба теории, то получаем… Ну, более подробно следующий рассказчик покажет, что… что на самом деле тут можно показать, что получить такой же результат, как у нас был на прошлой лекции… Что еще? Ну, оно, в общем, масле распределяется. К массе меняется, кстати. Да? И там нет… Ну, ладно. Ну, ладно. В общем… Давайте пока заметим, что… бета-функция у нас имеет вот такой вид. И позже об этом сделаем еще некоторые замечания. Все хорошо. Прямо известно, что этот кадр, такие лекции… Bitcoin… Nikki… unde он булит свой пр时енYA. έ treball… …грю启лит… Ну давайте рассмотрим теперь. Слушайте, он сам начальник сказал, что он берет неправильное значение и перекрестит иметь сканичивость. Какие? На тело. Выходи. Какие вопросы остаются? Я не уверен, что КМП. Я не уверен, что… Наверное, не наивлюсь. В общем, утверждение в том, что… Ну, просто проинтегрировать, парадифицировать, соответственно, по лямбде. Давайте рассмотрим интеграл в большем числе измерений. Спасибо. 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 Мы видим, что в другом числе измерений у нас поведение совершенно иное. мы видим, что для D от 2 до 4 получаем… для D от 2 до 4 это C1 на лямбда… D минус 2 минус… минус какая-то константа C2 на M в степени D минус 2. И, соответственно, для D больше 4, C1 первая слагаемая такое же, и вторая какая-то другая константа на M квадрате лямбда D минус 4. да… 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 ну по… да… 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 в D измерениях мы видели, что при изменении, соответственно, параметра лямбда у нас… да… вот это… вот это… конкретные числа… конкретные числа… мы считаем… мы считаем отыграл… как… как они могут быть произвольны… ну… хорошо… хорошо… а… мы… 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 да… это… хорошо… мы… да… мы… это… масляная… да… напишем… все… 很多… Мы видим, что должно удовлетворяться такое соотношение из такого разложения. Поэтому вот эта часть меньше вот этого. И поэтому вот это должно быть больше вот этого. Ну вот, давайте рассмотрим d-4. Раскладываем вот эту левую часть по лямбда к n. Получаем соотношение первой части c1 на лямбда uv d- пополам минус что-то. Ну вот, то есть вот эта часть ограничена сверху вот этой величины. Вы что-то положите. Ну да, да. Здраво положите. Хорошо. Вот. Ну, соответственно, мы получаем из этого такое… Хорошо. Хорошо. Мне кажется, одно, что в области я покажусь, давай везде. А? Я, я ведь не знаю, не доходу. Я, я ведь не знаю, не доходу. Я не заходу. Хорошо. Ну, соответственно. Мы видим, что когда у нас g, наша константа связи, достигает g критического, у нас масса обращается в ноль. Тоже верно. И если у нас будет g меньше g критического, то мы находимся в фазе с нулевой массой. Вот эта штука герната, если g больше, то g критический, да? Или альтернат меньше? Больше. А ниже равно. Да. Ну, это можно показать, рассматривая, естественно, интеграл по лямбда, но у нас пока, наверное, нет на это времени. Я вижу момент просто, что это не есть, но если же это больше, то есть только вот так, а нас меньше, то у меня нет. Ну, вот и в день такое, что, в принципе, если мы берем парямля от константа, и такой одномерный интеграл по лямбде, да? Ну, и, соответственно, это у нас соответствует фазе. Почему равна g критическая? А, g критическая. Ну, соответственно, g критическая достигается, когда вот это у нас равно, то есть это же критическая. Сейчас там лямбда или лямбда? Вот, не-не-не, вот здесь, вот здесь я считаю. Увы, увы, конечно. Вот мы, поэтому мы складываем. Этот условие у нас зависит от обрезания, что ли? Ну, он неровно не зависит от обрезания? Нет, да. Видишь, у него г критическая зависит от обрезания. А, он же г критическая. Да. Что-то странное. Что значит, надо зависит от другого обрезания? Ну, вот, в этой фазе, Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Ну, вот, в этой фазе у нас нарушается симметрия. Какое-то ненулевое вакуумное среднее для поля появляется. На этом я тогда закончу. Ну, да, теперь, чтобы в этой фазе мы можем уменьшить наше действие эффективное с помощью введения ненулевого среднего поля. И, соответственно, ну, там уравнение на поле будет, что такое какое-то ненулевое поле умножить на лямбда – это ноль. Если лямбда – ноль, то мы можем, в принципе, сделать поле ненулевым. Ну, вот это дополнительное поле к этому силовому уравнению. Ну, и, собственно, так оно и происходит. И малые, малые ситуации вокруг направлений, отвечающие изменению направления вектора, как раз отвечают этим Голстоновским бозоном. Ну, я тогда… Что еще раз? Физическая степь, когда G приближается к G литическому, то масса приближается к другому, по какой-то ненулу. Ну, да, можно сказать, что это универсально такое. Можно сказать, какой момент G критическая появляется? G критическая появляется вот из-за этого момента. Мы говорим, что левая часть, она у нас ограничена сверху вот такой величиной. Ну, следующая слагаемая, она уже идет со знаком минус. Из-за этого следует, что вот эта величина ограничена снизу. То есть, ну, сверху, то есть. Ну, и, соответственно, есть какой-то G критический. А у меня нет кармана, вот в чем проблема. Ладно, бур-бур. Бур-бур. Бур. Карпипи.